всем привет это макс белоусов сегодня хочу с вами поделиться той темы которая мне кажется откликнется многим кто работает с клиентами работать нами и испытывает определенные трудности в поиске себя своего предназначения собственно чем заниматься где работать кем стадии так далее это связано с неправильным местом для себя в жизни да то есть когда вот человек например мечтал быть художником музыкантом при этом для того чтобы зарабатывать деньги он пошел там работать магазин пятерочка баристы кофеманию там из этом таксистом и так далее да то есть ничего против этих профессий конечно же никто не имеет но самое хреновое опасное когда человек находится не на своем месте почему потому что я думаю вы все сталкивались с такими вот людьми особенно в сфере обслуживания когда вы прям видите понимаете что они не любят людей вот мы женой примут буквально в прошлый месяц заходили в аптеку и там сидела женщина которая мне кажется не то что не любят люди она ненавидит все живое на свете причем она уже с агрессии да там как-то вот общается с людьми видно что у нее это накипело и хочется спросить что ты мучаешься вот что ты там сидишь вот иди найди другую работу я уверен что это не последняя вакансия которую на которой тебя могут там взять и платить тебе там сколько тебе на плате там 40 тысяч рублей да но при этом зачем мучить других людей то есть ладно ты мучаешься так ты же еще других людей мучаешь это самое херовое мне кажется да потому что когда человек не любит себя не любит свою работу ненавидит людей не надо в сервисе работать не надо идти работать официантом если у тебя там за этом дефекты речи дамом зачем мучить людей кто-то может мне возразить да типа но они так отрабатывают собственно ну тренируются да блин ты же можешь это делать в другом месте не напрягая других потому что когда люди приходят меня в ресторан они хотят расслабиться да то есть они платят за это деньги да и собственно ожидают какого-то некого позитивного опыта да но когда человек не слышит заказ да например да либо у него какие-то проблемы с дикцией да он не может говорить то же самое как вот представьте если бы там теле радио ведущий он все время бы заикался запинался и не мог связать двух слов ну это была проблема потому что от человека который ведет передачу ожидает ну как минимум профессионализма в том чем он занимается и собственно вот идея моего видео в чем заключается в том что не идите работа туда где вам не нравится не надо на этот компромисс соглашаться ни в коем случае потому что мало того что как я сказал вы себе навредите то есть вы никакой опыт не получите позитивный вы напряжете других людей да и вот таких людей не на своем месте их очень много вот я уверен среди вашего окружения есть такие люди вы замечаете таких людей там когда ходите в магазин также в рестораны там в такси ездить да причем самое интересное что вот многие из моих знакомых они говорят про там проблемы мигрантов да то есть такси работают мигранты вот русским нету места вот положа руку на сердце я напрягаюсь каждый раз когда ко мне приезжает таксист именно славянин да то есть ну славянской внешности и имени да почему потому что не знаю как у вас у меня знаете опыт какой да причем я будучи тоже русский слове не да я я не люблю таксистов славянской внешности потому что они какие-то гордые понимаете вот как будто к нему садишься в машину да вот ну в такси причем это же в лизинг машина взята она это же не его личная машина и как будто ты чем-то ему обязан причем у меня было куча случаев когда они отказываются вести да там говорят за такие деньги я не повезу прям реально так говорят да то же самое вот с прорабами из там теми кто на стройках работы да то есть вот ну как вот есть люди которые любят свою работу да они уважают свою работу клиента уважают а есть которые как будто тебе одолжение дело да и вот хочется спросить что ты мучаешься вот вот сказать да вот ну вот что он скажет ну мне деньги нужны ты хочешь сказать ну неужели нельзя найти работу которая бы тебе нравилось из-за которой где платили деньги ну я не я не думаю что там что-то космическое тебе нравится да например там за он там какую-то астрогеофизик на который сейчас не в тренде не нужны они да там он там считает углы между звездами вот и не может никак продать эту услугу я не верю в это да ну нравится тебе петь блин столько разных профессий связанных с музыкой около музыки тоже ну и можно за там устроиться ассистентом музыканта или там в лейбл пойти работать там звуку режиссеру в спектакле играть да там петь да вот у меня знакомый он поет в мюзиклах ну ему нравится его это прет то есть музыка ему не принесла деньги да там в плане там рок музыки он пошел пьесы петь да ну ему нравится он по кайфу там выкладывают фото видео клёво а есть люди знаете которые вот боятся сделать шаг в сторону своей профессии до которой они бы хотели заниматься в силу разных причин да там родители там сказали не надо туда идти там нет денег или там из тебя ничего не получится он ребенок в это поверил вот в эту галлюцинацию да и собственно внутри у него конфликт родился да что вот хочу одно а делаю другое вот и в итоге как искала себе хуже делает остальные вот поэтому собственно резюме этого видео какое найдите то что вам нравится причем вспомните что он нравился в детстве до отчего сперла причем не надо смотреть на тренды знаете вот тренды меняется каждый год вот в этом году и в прошлом в тренде например психологи окей следующем году будут в тренде программисты потом какие-нибудь там на менеджер искусственного интеллекта потом еще кто-нибудь да ну хрен его знает кто там будет тренде но важный момент главное чтобы вам это нравилось так или иначе тренды меняются да то есть сегодня одно популярно завтра другое но если вам это нравится сто процентов вы достигнете в этом результата ну как минимум будете выше среднем остальных которым не нравится что-то последнее что расскажу вот когда я учился на геофизика в институте нефтегаза университета нефтегаза имени губкина вот я был из тех как раз людей которые хотели одного а учились на другое вот я хотел всегда психологом быть мне было интересно психологии и музыка еще да вот и собственно родители настояли на том что я бы должен был получить какую-то профессию которая по их мнению она более такая знаете актуальная и за которые платят деньги связи и так далее да вот знаете вот я пять лет мучился обучаясь на геофизика еле-еле сдавал сессии у меня там по 10 по 20 хвостов было я не знаю чудом я оставался значит неотчисленным из этого университета и собственно вот после университета я еще отработал два года инженером то есть я попробовал я прошу точно не мое и в какой-то момент там спустя там 5 6 7 лет мы встречаемся с выпускниками моим да там из университета да вы знаете я что-то как-то миллиардеров там не увидел да больше скажу миллионеров тоже даже особо не увидел то есть но обычные ребята кто-то там ну устроился в компании да какие-то причем кто-то в газпроме кто-то в луколе но на миллионах ребята не сидят ну там кто-то да купился там квартиру машину но знаете я не увидел какого-то там счастье в их глазах да вот и я четко помнишь я сделал правильно что я не пошел по профессии работать я пошел заниматься тем что мне нравится а это реклама маркетинг и не потому что это в тренде на хайпе да я вообще-то начал заниматься чтобы свою музыку продвинуть изначально то есть я занимался музыкой сейчас продолжаю заниматься да мне нравился рекламу да потому что это сочетание творчество психологии на свободного графика интересных проектов влияние на людей все что мне собственно нравится да и у меня все шло как по маслу то есть мне были интересные проекты я зарабатывал деньги да а смотря на вот своих собственно ребятам из университета как будто они из-под палки это делали ну не все но кто-то действительно там целенаправленно шел в эту профессию по что у нее родители этим занимались там там целое поколение предков этим занималась да ему это нравилось вке есть такие но большинстве сон я видел просто ребят потому что они думают что там деньги а потом когда случился кризис и собственно когда мы общались с ними с этими ребятами кого-то сократили кого-то еще там куда-то перевели до зарплата не такая уж космическая большая как нам обещали или как там мы ожидали того да я к чему говорю к тому что не придавайте себя короче да вот вот вам нравится что-то или стало нравится что туда никого не слушайте дети делайте вот вот знаете вот сколько я говна выслушал когда начал заниматься боксом то есть да ты не так бьешь не туда что-то там это нога не согласен я делал ошибки но прежде всего мне это нравилось и вы знаете я вот шесть лет назад сколько там 5 начал заниматься боксом я просто выкладывал для себя видео в социальной сети я вдохновил большое количество ребят почему тоже девушек которые начали заниматься боксом смотря на меня это же клёво то же самое музыка да я знаю что не ну не всем нравятся мои песни да ну прежде всего мне нравится я кайфу от этого я без творчества вообще не могу я больше скажу что вот когда у меня случались кризисы последний кризис там у двадцатого года такой серьезно там и по здоровью по финансам меня спасла музыка творчество понимаете поэтому прежде всего я для себя это делал да потом уже для кого-то причем у меня есть и слушатели и мои концерты давали да там и фанаты тоже есть то же самое за шахматы да вот мне нравится шахматы да вот я не я не для кого-то это дело или покер или читать книги знаете я не ставлю галочки типа сколько я там прочитал книг вот мне нравится читать я читаю путешествие тоже и потому что ну почему важно про себя думать вот потому что всем похер на вас вот я уверен вы эту фразу слышали но задумайтесь вот случается какой-то знаете там бедствие да там что-то плохое вот сколько люди помнят об этом я однажды задумался над этим и посчитал в среднем две-три недели то есть какой-то там террористический акт да там убили кого-то еще что-то три недели люди общество помнят об этом все потом забывается так чего же говорить про вас вот вы с кем-то пообщались думаете блин про меня наверно там думать плохо или хорошо да всем похер все на следующий день уже забыли они о себе думают пойти и все и это нормально что все о себе думаю поэтому вообще не берите в голову кто о вас что подумают выбирайте то что вам нравится не заняться носки там шить да идите шейте может вы охеренные носки будете шить вы будете шить носки лучше всех остальных да или тому как эта фраза ошейники для лягушек так и ну блин если вы пизда то делать ошейники для лягушек будьте уверен надуться люди которые это купят на то есть не надо пытаться делать что-то обязательно для масс что массы большинстве своем хавы то что социально одобряем да то есть это то что знаете уже уже до вас продвинули это норма но вряд ли вы бы хотите стать нормой наверное вы хотите стать каким-то уникальным человеком да там личностью да и дело что-то такое чтобы вас запомнили поэтому не надо пытаться быть среднестатистическим человеком вот этой нормой да в норму вы всегда успеете вернуться будьте уникальным да проявляйте себя такой какой вы есть это что у вас получается то же самое то я когда книги начал писать да мне все галида кому нахер нужны книги ты чё 21 век все он youtube смотрит знаете у меня сотни людей купили книгу вот первое борьба за внимание да если не читали десятки людей положительные отзывы оставили на площадках где покупали те книги да и поменяли свои жизни ну то есть настолько для меня это было откровение потому что я опять же писал книгу для себя что это для меня была такая знаете отдушина психологическая то есть у меня накопились какие-то знания какие-то мысли я этим поделился с людьми но мне многие потом подходили и гали макс блин вот эта книга она поменяла мою жизнь она поменяла вектор моего развития что-то понял там про себя про работу про клиентов там про психологию на классно спасибо тебе почему потому что прежде что я кайфанул от этого потом уже остальные поэтому кайфуйте от того что вы делаете и окружающие также будут кайфовать в том числе ваши клиенты вот если вам понравилось поставьте лайк напишите свой комментарий вот и собственно мне будет полезно точнее мне будет приятно а если вам было полезно напишите собственно что вам понравилось в этом видео вот и так как я кайфанул от этого видео надеюсь вы тоже кайфанули спасибо с вами был макс беловусов